Украинских пленных Однако после этого пленным выдают российский паспорт и продолжают держать в колонии, где вручают мобилизационную повестку с правом выбора ЧВК. То есть ты выбираешь из трех ЧВК. Это или группа Вагнера, или батальон имени Богдана Хмельницкого, или некий партизанский отряд Кавпака. Ни о каком помиловании речи, конечно же, не идет. Поговорим об этом, о ситуации в Горловке и о уникальной совершенно ситуации с украинскими военнопленными, среди которых есть, видимо, и гражданские лица. С Ольгой Романовой, главой фонда «Руссидящая». Оль, здравствуйте. Добрый день. Надо сказать, что вот эти вещи все продолжаются. У нас каждый день есть сообщения уже из российских зон, куда продолжают сгонять из Херсона осужденных и неосужденных, захваченных в период оккупации, содержащих в СИЗО. Их 300-400 человек и 2500 тех, кто уже сидели. И уже в России, они на территории Ордло, им предлагают то же самое. Мы знаем об этом из ИК-19. Это поселок Суровикино в Волгоградской области. И вот сегодня с утра пришло сообщение из ИК-5. Это Краснодарский край. В ИК-5 содержится порядка 200 осужденных, перемещенных из Херсона. Им всем предлагают подписать заявление на получение российского гражданства и присоединиться к Вагнеру. В общем, все то же самое. То есть, судя по всему, Вагнер исчерпал какие-то свои возможности по вербовке обычных заключенных. И сейчас с особым цинизмом украинские граждан вербуют воевать в Украину. Оль, расскажите, пожалуйста, про Горловку. Что там происходило? И вот вы писали о том, что это военнопленные, которым организуют сначала встречи с родственниками. Как это вообще все происходит? Что это за ситуация? Кто это все делает? Это тоже вагнеровцы организуют в Горловке? Вы знаете, не только вагнеровцы. Горловки – это уже местная инициатива. Мы получили где-то с месяца назад первые сообщения из Горловки. И там были вот такие подробности. Там было понятно, что в Горловку берут заключенных из близлежащих колоний и заключенных из печально знаменитой Еленовки. и вербуют как раз для этих двух соединений. Для батальона имени Богдана Хмельницкого и для партизанского отряда имени Ковпака. А что это за соединения? Вот мы знаем про Вагнера, а вот про Ковпака я не слышала, например. Ковпака. Это примерно частная военная кампания. Они в основном состоят из заключенных, которые были схвачены на местах или уже сидели в так называемых ДНР, ЛНР. И к ним привыкают еще и какие-то гражданские лица, не нашедшие себя в каких-то вооруженных формированиях, по жизни и так далее. Ими командуют отряды. Отряды собираются в Донецке. Ими командуют какие-то местные донецкие полевые командиры. И это такое... Это очень похоже на отряд Сомали под командованием Гиеве. Помните, в 2014 год были такие вооруженные формирования в ДНР, ЛНР. Сейчас примерно то же самое, только в основном там воюют и приходят воевать, вербуют туда заключенных, которые сидят там на местах, на территории Ардлу. Действительно ли заключенные добровольно соглашаются там воевать? Или это какое-то принуждение? Ну, вы знаете, я много слышу о принуждении, но мы пока его не видим. Принуждение есть, но совершенно там по другому поводу. Воевать, к сожалению, хотят все. И это такое, знаете, такая грань инфантильного очень поведения. Люди не понимают, что идет настоящая война, что там льется настоящая кровь. И они считают, что они захотели, развербовали, захотели, поехали. Расхотели, вернулись. Нет. Оказывается, вдруг нет. Вдруг оказывается, что нет. И сейчас все обсуждают интервью этого печально иззаменитого заключенного бывшего Андрея Медведева, который поехал с вербованным в ЧВК «Вагнер» воевать. Там ему разонравилось. Он приехал в Россию, обратился в правительство. Мы хорошо его знаем. Это наш клиент. Это наш клиент, Руси сидящий, многолетний, сирота, который привык так жить. Мы много лет за ним наблюдаем, много лет пытались ему помочь. Он считает, так же, как и большинство заключенных, что он делает то, что он хочет делать. А дальше какие-то добрые люди или правительство ему поможет. Но речь идет же все-таки о заключенных, которые раньше сидели на территории Украины, граждане Украины. И это все-таки немножко другая ситуация. Им дают российские паспорта. Они хотят эти российские паспорта? Они их добровольно берут? Или это какое-то условие? Ты становишься гражданом России, тогда, возможно, ты окажешься на свободе? Другая ситуация у людей, которые попали в тюрьмы и в колонии во время оккупации. Потому что они попали за борьбу с оккупантами. И я всегда это говорю, буду говорить. Если они меня услышат или передайте, пожалуйста, не надо сейчас говорить российским властям, за что вас взяли. Говорите, что вы сидите за кражу, за все, что угодно, за переход в улицу в неположенном месте. Не надо. В общем, мир-то заключенных, он довольно сильно одинаковый. И я вас уверяю, что люди, которые очень соскучились по родным, которые очень соскучились по маме, по жене, не видели детей, они за свидание готовы подписать все. И это очень серьезный аргумент. И сейчас группа украинских правозащитников вместе с группой российских правозащитников будут обращаться в ООН, международные организации. Потому что вербовка, конечно, украинских заключенных таким образом, под давлением. И насильное вручение, это насильное вручение российских паспортов, конечно, противоречит всем международным конвенциям. Все заключенные, которые идут воевать, как я понимаю, они в результате соблазняются помилованием, которое должно произойти в финале. Что вот они окажутся вне очереди на свободе. Что происходит с этими помилованиями? Действительно ли есть уже те, которые оказались на свободе благодаря войне? Это совершенно неизвестно. Потому что мы видели эти бумаги, которые называются помиловками. Но к помилованию это не имеет никакого отношения, по крайней мере, до сих пор существующего механизма помилования в Российской Федерации. Этот механизм он никак не соблюден. Вполне возможно, что этот механизм секретно изменен. Или с секретным указом каким-то образом подписан. Но мы об этом не знаем, никакой юрист об этом не знает. И ничего подобного не происходит. Помилование это по-прежнему прерогатива президента. И только президента, и больше никого. И именем, собственно, президента Пригожина забирает, не забирает, он нанимает это наемничество, военное наемничество, запрещенное в России из зон людей. И рассказывает, что их помиловали. Мы знаем, что есть концепция. И приписывают ее авторству Сергею Кириенко. Замглава администрации, по внутренней политике мы все это знаем, по поводу того, что ни один заключенный не должен вернуться в Россию. Они все должны остаться на оккупированных территориях. И выполнять функцию, похожую на то, которую выполняли беглые крестьяне и начинающееся казачество, не знаю, там, в 17 веке на рубежах России. Вот как появилась крепость Грозный и так далее, и так далее. То есть это лихие люди, получившие некое прощение, при условии, что они не возвращаются в Москву, а укрепляют рубежи страны. Вот очень похоже на это, что заключенные, может быть, останутся на свободе, если они вообще выживут в боях. Но при условии, если они не вернутся в Россию, где, собственно, их никто не ждет, и дядя человека еще в Россию не вернутся. А как вы оцениваете, есть ли уже вот эти подразделения украинских заключенных, которые вынужденно взяли российские паспорта и воюют против своих же сограждан-украинцев? Ну, к сожалению, батальоны не Богдана Хмельницкого и партизанский отряд имени Ковпака, к сожалению, эти подразделения существуют. К сожалению, так. И для меня важный вопрос. А что же ВСИН? Ну, все-таки это огромная структура, замкнутая со своими, очень понятийная, со своей какой-то иерархией и жизнью. И вот в нее вторгается Пригожин, берет оттуда заключенных, привозит туда заключенных, манипулирует помилованиями и так далее. То есть нарушает все функционирование этой конструкции. Как вообще во ВСИН? Там не начались еще внутренние сопротивления, какие-то бунты сотрудников, не знаю, иерархическое сопротивление? Это прекрасный вопрос. Вы знаете, я специально открыла сообщение совсем недавнее, позавчерашнее. Значит, уходит в отставку на Урале большой генерал по фамилии Лымарь. Он начальник пермского УФСИН. Самый главный пермский тюремщик. И вот он рассказывает, он уходит в отставку, как здорово вообще-то все устроено. И, конечно, спрашивают про вербовку чувака Вагнер. И он говорит, нет, никакого Вагнера не существует, никакой вербовки нет. Он уходит уже в отставку. Он уже уходит в отставку. А как же сократилось количество сокращенных? Это потому, что мы права человека соблюдаем, что ссуды хорошо работают. А как же погибшие, которыми уже доски приделаны в школах, что вот он, вот Олей Герой похоронен. Он говорит, я про это ничего не знаю. Ничего про это не знаю. Вот так. Не, ну как это может быть? То есть они закрывают глаза, чтобы не расстраиваться, что ли? Я не понимаю. Видимо, да. Вот посмотрите, это сообщение, которое поразило вообще всех пермских журналистов и нас, всех, кто прочитал это сообщение. Мне прислали пермский мемориал, чтобы я полюбовалась на это дело. Вот этот генерал Лымарь выходит в отставку. Огромная пресс-конференция. Он говорит, нет, нет, ну что вы. Нет, никакой войны не существует, никаких заключенных там нет. Я не я, хата не моя. Все у нас отлично. Все как зайки сидят на лавочках. Ну и кто хочет, того переводят в ростовский УФСИН. Все, больше ничего. Это потрясающе совершенно. То есть это какой-то альтернативный выход из ситуации, который мне просто в голову не приходил. Спасибо большое.